Приветствую вас, дорогие друзья! Тема сегодняшней программы Как нам снизить повышенный холестерин в крови? В одной из предыдущих программ, которая называлась Едят ли коробу кроликов, я рассказал о том, что слишком большое значение холестерину уделять не нужно. Но в той же программе я говорил о том, что все равно некоторые люди зададут вопрос Как снизить холестерин? Самый очевидный ответ это диета. А безжиренная диета есть меньше жиров, есть меньше мяса. И в большинстве случаев это не работает. Потому что, когда человек садится на обезжиренную диету, организм все равно сам регулирует уровень холестерина в крови. То есть вы прекращаете есть мясо, вы прекращаете есть жирное. Вроде бы холестерин должен снизиться. И это не срабатывает. У многих людей, наоборот, холестерин даже повышается. И если вы почитаете комментарии, то можно прочитать совершенно парадоксальные вещи. Например, человек пишет «Я перестал есть мясо, холестерин повысился». Другой человек пишет «Я стал есть мясо, ем жирное, а холестерин у меня снизился». Почему? Именно потому, что организм сам регулирует холестерин в крови в зависимости от своих потребностей. А что же реально поможет нам снизить холестерин? Совет первый. Проверьте аннотации тех лекарств, которые вы принимаете каждый день. Потому что многие таблетки, например, таблетки от давления и многие гормоны, повышают уровень холестерина в крови. И пока вы пьете эти лекарства, холестерин все равно будет оставаться повышенным, что бы вы ни делали. Что нужно посмотреть в аннотации своих лекарств, своих таблеток? Надо посмотреть такие слова, как гиперхолестериномия, что означает повышение холестерина в крови. Ну и просто иногда некоторые производители пишут повышение холестерина в крови. Соответственно, если вы увидели, что ваше лекарство приводит к повышению холестерина в крови, эти таблетки, эти лекарства нужно попытаться поменять на какие-то другие препараты, у которых нет такого побочного эффекта. Совет второй. Чаще бывайте на солнце, почаще загорайте, потому что под влиянием солнечных лучей из холестерина образуется витамин D. И получается двойная польза. Во-первых, укрепляются кости, и во-вторых, снижается уровень холестерина. Совет третий. Не забываем, что нужно пить около литра чистой воды в день. Во-первых, вода промывает почки, во-вторых, вода выводит из организма излишки холестерина. Ну, а теперь главный козырь. Что же все-таки изменить в питании, чтобы избавляться от излишков холестерина? Кушайте продукты, которые содержат пектин. Это яблоки, это цитрусовые, и, например, свекла. Продукты, которые содержат пектин, позволяют очистить кровеносные сосуды от излишков холестерина. Кроме того, ешьте побольше зелени. Кинза, петрушка, укроп, все эти травы помогают снизить уровень холестерина в крови. Кроме того, для снижения уровня холестерина в крови добавьте свой рацион отруби. А еще вы можете использовать так называемые энтеросорбенты. Энтеросорбенты это вещества, которые помогают выводить из организма токсины. Но в том числе энтеросорбенты выводят из организма холестерин, излишки холестерина. Самый известный энтеросорбент это активированный уголь. Но сейчас появились более эффективные препараты это полифепан, энтеросгель. Вот эти лекарства можно использовать для того, чтобы бороться с повышенным холестерином. Как их принимать? Тут нужно знать, что принимаются эти препараты коротким курсом. Я обычно рекомендую своим пациентам принимать или полифепан, или энтеросгель 3-4 дня. Потом делать перерыв на 2 недели, потом повторять прием этих препаратов снова. И так в течение 2-3 месяцев. Следующий совет. Уменьшите в своем рационе продукты так называемого быстрого питания. Это, во-первых, фастфуд, полуфабрикаты, мясные полуфабрикаты. Это колбасы, ветчины, нарезки, сосиски, сардельки. Вот эти продукты ешьте как можно реже. В первую очередь, потому что они содержат скрытую соль и на этом фоне повышается, на фоне их употребления повышается количество холестерина в крови. Следующий совет, который я часто даю своим пациентам, посетите гирудотерапевта, пройдите курс лечения медицинскими пиявками. Медицинские пиявки очень хорошо очищают кровь и снижают уровень холестерина в крови. Следующий совет касается курильщиков. Научные исследования показали, что курение приводит к тому, что повышается уровень липопротеидов низкой плотности в крови, то есть повышается именно плохой холестерин в крови. Поэтому, если мы хотим бороться с холестерином, нужно, если не бросить курить совсем, то хотя бы сократить количество выкуримых сигарет. То же самое касается и кофе. Опять же, научные исследования показали, что если человек пьет слишком много кофе ежедневно, на фоне употребления кофе повышается уровень холестерина. Причем, опять же, как показали научные исследования, непонятно, что тут работает, кофеин или нет, но даже если человек пьет кофе без кофеина, уровень холестерина все равно повышается. Поэтому, если мы хотим снизить холестерин, нужно сократить употребление кофе. Конечно, речь здесь идет о чрезмерном потреблении кофе. Одна-две чашки кофе в день вам не навредят. И последний на сегодняшний день совет. Обследуйтесь, потому что некоторые заболевания, такие болезни, как сахарный диабет, гипотириоз, болезни печени и почек приводят к повышению уровня холестерина в крови. Соответственно, если у вас необъяснимым образом повышается холестерин, проверьте почки, обязательно проверьте печень и проверьтесь на сахар и наличие гипотириоза. И это на сегодня все, дорогие друзья. Оставайтесь с нами и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok